Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как проходит мероприятие под названием The Lord Mayor Show в Лондоне. То есть это шоу новоиспеченного лорда мэра лондонского сити. Ежегодно осенью в лондонском сити выбирают нового лорда мэра. Его инаугурация проходит в одной из первых суббот ноября торжественным парадом всех главных государственных структур сити. А вы знали, что лондонский сити это отдельный город в Лондоне? Я об этом никогда не знала, но когда готовила очередной репортаж о мероприятии, поресечила, поискала информацию и узнала, что оказывается деловой центр Лондона под названием Сити является отдельным городом внутри большого Лондона, Грейта Лондон, со своей административно-хозяйственной структурой и со своим правительством. Постоянно в сити проживает около 7 тысяч человек и более 300 тысяч работают в офисах, в основном в сфере финансовых услуг. Ну, я думаю, что все знают, что лондонский сити это финансовый район не только Лондона, но и всей Великобритании. А также там трудятся представители юридических отраслей. В основном юристы занимают западную и северную часть Сити, а страховые компании находятся в его восточной части. Вот уже более 8 веков этим государством управляет лорд-мэр, который ежегодно избирается старейшинами городского совета. Роль городоначальника скорее церемониальная и сводится в основном к поддержке и продвижению финансовых компаний, которые он пропагандирует в своих многочисленных поездках по миру. Не стоит путать мэра лондонского Сити с мэром Лондона. Это совсем другой город, где городская власть Лондона никак не связана с властью корпорации Сити. Когда новый лорд-мэр выбран, на банковских и финансовых улицах проходит торжественная процессия с представлением различных парадных групп, таких как военные, полицейские, медики, учителя и тому подобное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парад начинает свое шествие от Мэншенхаус. Это официальная резиденция лорд-мэра Лондонского Сити и движется в сторону Королевского дворца правосудия, где новобранец приносит присягу монарху. В обоих этих зданиях я была на архитектурном фестивале Open House Лондона, которым я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И буду рассказывать, что же там находится внутри резиденции мэра Лондонского Сити, а также как выглядит Королевский дворец правосудия. Итак, после всего праздничного парада, шествия вот этих вот различных групп, профессий и структур Лондонского Сити, ну и также там и дети, и школы, много всяких участников проходит в этом торжественном шествии. В заключении всего парада лорд-мэр едет в такой красно-золоченой карете, окруженный солдатами Королевской гвардии, периодически выглядывая из окна в обе стороны и помахивая своей шляпой народу, который пришел его поприветствовать. Я была на этом параде несколько раз. По-моему, впервые я попала на него еще будучи туристом, но, к сожалению, это было уже окончание всего праздника. Я увидела эту золоченую карету напротив Королевского дворца правосудия и подумала, что же тут происходило. Все было огорожено и там еще стояли вот эти вот королевские гвардейцы, солдаты. И думаю, что же это за мероприятие? И вот как раз с того момента я и начала узнавать историю этого праздника. Потом, когда уже работала в прессе, пару раз сходила поснимала, ну как обычный карнавал, я бы сказала. И вот единственная такая вот торжественная процессия, когда этот новоиспеченный лорд-мэр едет в карете и машет своей треуголкой. Один раз мне удалось его поймать на видео. Вот как это выглядело, вам показываю. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а в параде участвует огромное количество людей. Я не могу точно сказать, кто они такие, что это за группа. У меня не было официального пресс-листа. Но так понимаю, что это некие структуры вот как раз таки лондонского сити. Школы, учителя, пожарные, полицейские, медики. В общем, все абсолютно пришли поприветствовать нового лорда-мэра лондонского сити. Вот как это было, вам показываю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О фейерверке я узнала абсолютно случайно у своей подруги. Я-то всегда приходила на мероприятие, а оно проходит днем где-то часов 12, может быть, чуть пораньше, может, с 10. И фотографировала и уезжала домой. А подруга мне сказала, что еще вечером гремит в его честь праздничный салют. Однажды мы с ней очень долго ждали этого салюта, но так как было пасмурно и даже, по-моему, ливень, салют отменили. Ну а в следующий год нам с подругой удалось посмотреть праздничный дисплей фейерверка в честь нового мэра лондонского сити. Вот как это было, вам показываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот пока и все, что я хотела рассказать вам о таком событии. Возможно, кто сейчас находится в Лондоне, захочет посетить это мероприятие. В этом году оно пройдет 13 ноября по улицам лондонского сити. Если кто хочет, пожалуйста, становитесь его участниками и наслаждайтесь праздничным шествием. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok